В Бразилию попасть, мне кажется, там такая интересная колоритная страна и природа. И вообще вот как-то вот эти края, да, там Бразилия, Перу, как какой-то, не знаю, отдельный мир, мне кажется. У них там, кстати, до сих пор слушают и музыку покупают на дисках и на кассетах, представляете? У меня просто подружка уехала туда работать, и она говорит, вот до сих пор у них там вот таком не качать, не покупать подписку на Apple или на Яндексе, а до сих пор покупают диски, вот так вот. Давайте последних пару вопросов. Я спою Сайренсон и фоточки, обнимашки, авторофы, да? Обнимашки. Так, давайте. А где бы тебе конкретию штука, танцы, фон? Не знаю, хорошая идея, возможно, я бы, наверное, попробовала что-то такое. Назвала бы это «Потная щель», и рядом построила бы такой же бар, вот, поэтому, извините. И позвала бы своих девчонок, и, да, обучала бы там танцам, и не только танцам, я бы еще с удовольствием вела бы какие-то тренинги, там, и какие-то лекции. Вот, потому что часто от вас мне присылают всякие сообщения, что я вдохновляю, что, в общем, заставляю опять заняться любимым делом, показываю, что это возможно. На самом деле, для меня это самая крутая награда, это слышать от вас, что я вдохновляю идти дальше, там, не зарываться в какой-то рутильной работе, заниматься любимым делом, и дальше уметь стоять на своем, прорываться вперед. Вот, то есть, вот это для меня прям реально, вот, самое, наверное, крутое, что я от вас слышу. Спасибо вам за это. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У тебя довольно долгие, в принципе, вращения, музыкального олимпа, вот. Был ли у тебя момент, когда ты думал, все, я не хочу ничего, если бы было, то что, почему ты продолжил это делать? Какой стимул был? Да, был, это был, где-то 2017 год, это было лето, ну, у нас прямо с Сашей вообще, мы сидели на дне на полнейшем, мы даже экономили на то, чтобы поехать на метро, ходили часто пешком, зато знаем, теперь без Киев, вот, и реально благодаря моему мужу я не бросила, потому что я же собиралась сдаваться, идти работать официанткой какой-то и так далее. И с этого я вынесла крутой урок, что я чуть ли не сдалась за миллиметр до своей цели, представляете? То есть, если бы я развернулась и пошла назад, я бы просто сдалась, вот буквально через пару месяцев, там, начался вот этот вот бум с дрангрубом, и я бы просто могла бы этого всего не иметь, и не видеть никого из вас, и вообще не получать эти сцены, аплодисменты, и не могла бы дарить эту любовь. Но тут реально важно, если вы сами до победного идти, и не сдаваться ни в коем случае, вот, и до конца верить в себя, потому что это правда, это очень важно. И многие люди действительно заворачивают назад буквально до сантиметра, до того, до совершения своей мечты. А вы знаете, когда как раз остаётся этот маленький сантиметр, за этот сантиметр самое сложное время всегда в жизни, самое сложное. И вот запомните, если у вас сейчас прям полный пиздец, значит, вы уже близко. Значит, у вас скоро всё будет так, как надо, и всё взорвётся. Вот, поэтому не сдавайтесь, и будьте благодарны людям, которые рядом вас поддерживают и верят в вас. Спасибо. Ну всё, поднимаемся Арен Санг и фотки.